Всем привет! Сегодня расскажу о трех популярных стилях в кухнях-гостиных. Смотрим! Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, что популярно в 2024 году и что будет набирать обороты в 2025 году, чтобы мы с вами были подготовленными и оформляли свои интерьеры в соответствии с трендами. И вот о этих самых трендах сегодня я вам и расскажу, поэтому досмотрите до конца, вам будет это мега интересно и полезно. Для начала маленькая справка. Стили и тренды. В чем разница? Дело в том, что все говорят про стили, мне в стиле таком-то, всеком-то, современном, классическом. Стиль это то, что уже определено. Ну, например, стиль Ампир или в египетском стиле, или стиль Арнуво. А тренды это направление в дизайне. То есть, вот есть тренд на комфорт, об этом сегодня поговорим. Есть тренд на эко. Это как течение реки, в русле которого мы с вами движемся. Хочешь ты этого или не хочешь, но все движутся в определенном тренде. Поэтому тренды, мне кажется, гораздо важнее стилей. Так какие же тренды будут набирать обороты? И в 2005 году, что за три тренда будут на пике популярности, так сказать? Итак, первый тренд. Сейчас в мире тренд на индивидуальность. Мы все с вами такие индивидуальные снежинки, цветочки. И хотим быть этими индивидуальными личностями. Соответственно, и интерьеры сейчас делаются заточенными под индивидуальность. Поэтому и стиль должен быть индивидуальным, под конкретного человека. По сути, это не какой-то конкретный стиль, а некий микс, замес из разных стилей. Из двух, а может быть из трех или даже четырех. С тем, чтобы придать новое видение или даже, я бы сказал, новое дыхание какому-то стилю, например. По сути, это какой-то микс стилей. Двух, трех или может быть даже четырех совершенно разных стилей. С тем, чтобы придать новое видение или, если хотите, дыхание этому устаревшему стилю. Например, минимализму или той же классике. Хотя, говорит, классика не устаревает, но об этом позже. Второй тренд это комфорт. Никогда в истории человечества мы не жили в таком комфорте и не знали того комфорта, который есть сейчас. И тренд на то, чтобы комфорта было больше, еще больше, еще комфортнее. Поэтому именно комфорт во многом диктует, какой должна быть кухня-гостиная, как она должна быть оформлена, обставлена и как она должна выглядеть. И третий тренд. Никакого стиля в интерьере. Все так называемые большие стили в интерьере канули в лету еще в середине 20 века. Такие стили, как ампир, рококо, барокко, арнуво, ардеко. О, это все так называемые большие стили приказали долго жить. И как бы мы ни хотели, как бы ни старались, воспроизвести их в современных интерьерах не получится. Не получится воспроизвести их в чистом виде. В том, в котором они задумывались и в том виде, в котором их воспроизводили те архитекторы. А почему не получится? Да, потому что здания не те. Не те объемы, не те пропорции, не те размеры окон, дверей входных. Да и попросту помещения стали гораздо меньше, чем были тогда, в которых делали стиль ампир, например. Ну, как вы себе представляете, ионическую колонну в кухне-гостиной 18 квадратных метров. Да, она туда просто не влезет. Соответственно, все, что нам остается, это воспроизвести дух того времени, той эпохи, создать атмосферу. Это и есть самый главный тренд нашего времени, который будет набирать обороты и в 2025 году в том числе станет еще более востребованный. Это индивидуальный стиль с атмосферой. Именно атмосфера в интерьере – главный тренд. Сейчас обо всем этом подробнее, смотрите дальше, не переключайтесь. Сейчас все объясню, про все расскажу. Прежде чем более подробно рассказать об этих трех трендах, я должен сделать маленькую ремарочку. И попросить вас понять меня правильно. Я не против стилей в интерьере. Я их очень даже люблю, я их изучаю, я их рассматриваю, я про них читаю много литературы. И они мне нравятся абсолютно все, каждый по-своему. То есть я не против стилей, я против их слепого использования. Но вот скажите мне, какой нафиг ампир в хрущевке? Да он туда просто не поместится, не влезет он в эти маленькие комнатки. А как сейчас строят новое жилье? Ну не хрущевки ли это? Поэтому какой ампир? Смешно. Итак, мы с вами определили главные тренды на 2025 год. Это комфорт, индивидуальность и атмосфера. Вот три кита дизайна, на которых держится, так сказать, все оформление современных интерьеров. И куда мы на этих китах, так сказать, плывем. За границей, правда, есть еще один тренд на эко. Но он как-то у нас все не приживается, да не приживается. Поэтому о нем говорить не будем. Короче, на тему эко это отдельный большой разговор. И если вы хотите, то я обязательно на эту тему запишу видео. Напишите в комментариях, интересно вам это или нет. А я продолжаю. Вопрос. А как выглядят эти самые индивидуальность, комфорт и атмосфера? Что, куда, откуда взять и как поставить? А это что такое? Как это оформлять? Как это должно выглядеть? Как это применить в интерьере? Ну вот сейчас и разберемся. Комфорт. Комфорт диктует внешний вид. У каждого свое понимание комфорта, а значит у каждого свой внешний вид. Ответьте себе на вопрос. Что для вас есть комфорт? Например, мне комфортно валяться на большом диване и смотреть телевизор, слушать музыку. Для этого, соответственно, потребуется огромный разлапистый диван. Логично? Логично. Например, мне комфортно сидеть за круглым обеденным столом. Не за прямоугольным, а за круглым. Мне удобно готовить за островом, чтобы смотреть в зал, смотреть тот же телевизор, чтобы вокруг острова можно было собраться. Мне комфортно, когда на кухне все спрятано и ничего не видно. Мне комфортно, когда не слышно соседей, а это звукоизоляция. Мне комфортно, когда климат хороший в помещении. То есть, когда надо, чтобы кондиционер охлаждал помещение. Когда надо, вентилировал воздух. Понимаете, о чем я? Это все имеет свой размер, свои габариты. Например, к кондиционеру и вентиляции какие-то шланги там пойдут, воздуховоды, которые займут пространство под потолком, еще где-то. Понимаете? То есть, чтобы сделать комфортно, мы для себя должны определить, что для нас есть комфорт. А потом это обретет конкретные очертания. Очертания дивана, например. Очертания острова и его размеры. А значит, это нам диктует внешний вид будущего интерьера. Ну, диван ведь имеет какой-то внешний вид. Но пока без цвета, без фактуры. Но размер-то мы уже понимаем, какой должен быть. Мы понимаем, какой размер у острова должен быть. И какие воздуховоды пойдут к кондиционеру. Какую толщину от стен мы должны съесть на звукоизоляцию, например. Так вот, мы все требуем комфорта. И этот комфорт будет влиять на итоговый внешний вид. И этот внешний вид никакого отношения к стилям не имеет вообще. Кухня это простой функционал. Кухня, на ней мы готовим, правильно? А соответственно, кухня может быть хоть минималистичная, хоть классическая, хоть какая угодно. Но самое главное, и в первую очередь, мы должны сделать ее такого размера, где нам будет удобно готовить. Если мы любим готовить, то нам остров точно нужен. А если мы едим в ресторанах, а домой заказываем только разогреть еду, ну, тогда и остров не нужен. Какой-то маленькой кухне будет достаточно. И для нас это будет комфортно. Понимаете? Соответственно, стол. Если я один дома живу, то мне маленький стол нужен. Если семья 4 человека, то стол побольше. А если гости приходят 12 человек, то прям сильно большой стол должен быть. Понимаете, как комфорт влияет на внешний вид? А сейчас еще одну важную вещь для вас скажу. Дело в том, что раньше не было такого количества вещей с таким назначением, как сейчас. Понимаете? Ну, то есть не было таких диванов, не было кухонных гарнитуров прямо в гостиной. Их просто не было. Кухни вообще были отдельно. Когда была эпоха стиля ампир, например, или барокко, или рококо. Понимаете? То есть все эти исторические, классические стили, они совершенно по-другому выстраивали пространство. А мы сейчас с вами, современные люди, тоже совершенно по-другому выстраиваем свое пространство. И это влияет на внешний вид. Поэтому комфорт будет диктовать, как должен выглядеть ваш интерьер. Это первый тренд. Второй тренд. Индивидуальность. Каждый из нас хочет отличаться от других. И, соответственно, мы все с вами хотим, чтобы и наш интерьер отличался от интерьера соседа. И к этому все стремление сделать все индивидуальным. Интерьер в том числе сделать индивидуальным. Но как это сделать, когда мы ориентируемся на стиле? Да, конечно, вы будете ориентироваться на стиле. Вы будете выбирать аналоги. Например, вам больше нравятся классические стили или больше современные. Минимализм, например. Это все понятно. Но для того, чтобы сделать интерьер индивидуальным, к чему у нас есть стремление и к чему наметился тренд, кстати, уже давненько, это нужно брать один конкретный стиль, например, пускай это будет минимализм, и примешивать к нему другие стили. Предметы из других стилей, из других временных эпох. Например, вы можете съездить куда-то в поход, поездку, другой город, куда-то там на восток, например. И из Азии привезти прекрасный персидский ковер. И он будет смотреться великолепно в современном минималистичном интерьере. Он будет его оживлять и разбавлять. А вам рассказывать историю о том, как вы когда-то ездили на восток и гуляли по базарам Персии. Стили миксовать можно как угодно, любыми предметами, любыми оформлениями. Это можно делать больше, можно делать меньше, только вы регулируете, в каком объеме вам замиксовать эти разные стили. Можно привносить индивидуальные, личные вещи. Даже можно из какого-то старого бабушкиного дома что-то принести, не знаю, там какую-нибудь прялку, не знаю, галоши там поставить, лопату как-то оформить в какую-то раму. Это уже придаст индивидуальности и будет рассказывать о вас какую-то историю. Ну, например, вы какой-то там кладоискатель и может быть вот эта кирка для вас важна, потому что она наткнулась на сундук с золотом. И понимаете, это уже придаст индивидуальности вашему интерьеру. Но таким образом миксуя, мы получаем индивидуальность. Вот эту мысль я хочу до вас донести, что пускай даже вы взяли какой-то стиль в интерьере, пускай, но когда вы туда привносите личные вещи, вещи из других эпох, из других стилей, вы делаете этот интерьер индивидуальным и выделяете его на фоне остальных интерьеров. Вот какой тренд все больше и больше набирает обороты. И обратите внимание, только такие интерьеры публикуются в журналах, побеждают на конкурсах. Это говорит о том, что это тренд. И в этом тренде следует двигаться. Ну вот я рассказал про второй тренд, а до сих пор еще и непонятно, что выбирать, как оформлять, как это миксовать. А для этого, друзья, третий тренд. Называется атмосфера. Итак, атмосфера. Атмосферный дизайн. Это третий тренд, который только-только начинает появляться, но уверяю вас, он все больше и больше будет захватывать интерьерные просторы. Атмосфера и стиль. Вот смотрите, стиль, это когда мы берем определенные цветовые сочетания, определенные архитектурные приемы, определенную мебель и все это воссоздаем в интерьере. И у нас получается какой-то конкретный стиль. Эти стили мы сможем с вами поразглядывать, восхититься, удивиться. И можем при этом чувствовать себя совершенно неуютно. Почему? Потому что мы увидели картинку, вроде так, у соседа, у друзей. Мне так понравилось. И, наверное, мне это нравится. Вот это про стиль. А есть атмосфера. Это когда мы создаем атмосферу в пространстве. И непонятно почему, но мы чувствуем себя невероятно комфортно. Именно из-за того, что это атмосфера. И атмосфера к стилю не имеет практически никакого отношения. Да, это может быть какой-то определенный стиль, но самое главное там не стиль, а именно атмосфера. То есть наша задача создать эту самую атмосферу. Простой пример. Есть ресторан, а есть столовая. В ресторане есть приятно и проводить время там приятно, а в столовке нет. Поел и убежал. Хотя, казалось бы, и там, и там мы едим. Но почему-то в ресторане нам приятно, а в столовой не очень. Все очень просто. В ресторане специально создают атмосферу. Очень часто обволакивающую, домашнюю, чтобы нам там было невероятно комфортно. Вот что такое атмосфера. Поэтому сейчас тренд на создание именно атмосферы, а не просто какого-то там стиля. Чтобы создать атмосферу, задействуются все органы чувств, не только зрение, но и то, что мы слышим, нюхаем, даже на вкус пробуем. И главное, то, что мы трогаем руками. То есть очень важны текстуры и фактуры. Чтобы создать атмосферу, мы должны для начала придумать идею интерьера. И уже с этой идеей получается создавать атмосферу. Например, вот недавно мы создавали интерьер по мотивам мультика. Помните, там был такой лев Бонифации, который танцевал с какими-то африканскими детишками в какой-то деревушке. По-моему, каникулы Бонифация назывался мультик. И там атмосфера лета, солнца, беззаботы, какое-то настроение веселого. Вот именно эту атмосферу мы старались перенести в интерьер. И как мне кажется, у нас удалось. Вот, кстати, посмотрите картинки, а более подробно этот проект вы сможете посмотреть по ссылочке в описании, которую я обязательно оставлю. А вот другой интерьер с атмосферой летнего сада 19 века. Ссылочку тоже на него оставлю в описании, а еще оставлю ссылочку на видео, потому что настолько классный получился интерьер, что мы целое видео сняли. А вот вам другая атмосфера. Это швейцарские Альпы. Это совершенно другое настроение, совершенно другая идея для других заказчиков. А можно сделать совсем по-другому. Это квартира коллекционера в стиле Диор. Посмотрите, здесь совершенно другие приемы, другие цвета, сочетания, материалы, фактуры. Вы знаете, кто-то может написать, что «А мне это нравится, а вот это не нравится». Я скажу так, конечно же, вы имеете право сказать, нравится или не нравится. Вы сейчас на данный момент оцениваете только глазами, к сожалению. Но попадая в тот или иной интерьер, вы уже начинаете его ощущать не только глазами, но и ушами, как я уже сказал, и запахами. И вообще ощущаете всю атмосферу, которая складывается внутри этого интерьера. Ну и более того, эта атмосфера создается под конкретного человека. Понимаете? То есть, а у каждого свое видение, понимание и ощущение интерьера. И наша задача дизайнеров, самое главное, уловить вот эти переживания клиента, желания клиентов и конкретно под него придумать идею и создать эту самую атмосферу под конкретного человека. То есть, у нас нету задачи понравиться вам и сделать так, чтобы это вам нравилось. У нас есть задача, чтобы понравилось конкретному человеку. Для него мы создаем эту атмосферу. Помните? Второй тренд и индивидуальность. А чтобы индивидуальность получилась, нужно создать атмосферу от конкретного человека. Поэтому вам может не нравиться, конечно, те интерьеры, которые я показываю, но они безумно нравятся тем заказчикам, которые в них живут. И это для нас самое главное. А что для вас самое главное, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях внешний вид, картинка, стиль или атмосфера. Да? Атмосфера с уютом. Мне кажется, что все-таки уют для вас и каждого это самый важный элемент в квартире. То есть уют, чтобы было уютно. Прихожу домой и мне уютно. А уж какой там стиль получится, это вопрос десятый. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами муза!